Так, ну хорошо, значит, вот у нас в этой задаче была дана коническая поверхность, которая задаётся вот таким равенством, f от x, y, z равно 0, это она плоскость, которая пересекает вот так насквозь вот эту поверхность. И нужно было доказать, что объём тела, который ограничен этой плоскостью, этой конической поверхностью, их объём, вот объём этого тела будет равен 1 треть площадь основания умножить на высоту. Давайте. Да, я как бы суждал, у нас коническая поверхность обладает таким свойством, что если её пересекать в параллельные близкостями, фигуры будут получаться подобными. Да. А коэффициентную площадь, соответственно, может уменьшаться, как профессиональный квадратный коэффициентной табории. Да. Ну то есть вы сразу через тройной интеграл, да, посчитаете? Ну хорошо, ладно. Даже через тройной интеграл. Просто идея была воспользоваться здесь формулой Гаусса-Астроградского, да. Я ей пытался воспользоваться, но это очень сложно. Угу. Да, теперь у нас площадь у основания S уменьшается, она… Ну у нас будет ещё параметр H, от нуля до A в большом… Ну только вы нарисуйте перпендикулярно, а то вы нарисовали параллельно образующий конус какой-то из… Да, перпендикулярно плоскости. Я потом другое решение расскажу с помощью формулы Гаусса-Астроградского. Здесь вот… У нас в нуле мы хотим, чтобы была площадь равна H, а H была равна нуля. Ну и формулы можно подобраться так. Это H уменьшить… Ну то есть вот эта функция S от T, да, это у вас площадь поперечного сечения в точке с координатой T на оси вот этой O, на которой у нас лежит H, вот это расстояние отмерено H. Да, то есть подобрали такую квадратичную функцию. Ну действительно, да. Да, это квадрат коэффициентоподобия, да. Ну и получается, я его не считал, получается 1-3. Да, хорошо. Ну это как бы решение из второго семестра. Вот примерно так, да, учить считать объемы. Ну вот я сейчас первокурсниками считал. Да, хорошо, спасибо. Ну тоже нормальный вполне вариант. А давайте теперь посмотрим формулу Гаусса-Астроградского. Вот введем начало координат, вот, да, возьмем, да, вот, в качестве начала координат возьмем вершину конуса. Вот у нас плоскость, вот у нас какое-то сечение образуется. И рассмотрим векторное поле такое, самое естественное, да, x, y, z. Значит, вот такое векторное поле. Как оно направлено? Оно направлено от центра, да, от начала координат вдоль, значит, ну по радиус-вектору, скажем так, да. Так, хорошо. И вот давайте мы посмотрим на предыдущую задачу, 43, 82. Значит, в этой задаче было сказано, что объем тела можно посчитать как одна треть двойного интеграла. Ну а здесь векторное поле x, y, z скалярно умножить на вектор нормали. Значит, по поверхности, по полной, да, σ это вот полная поверхность, давайте полная напишу, d, s. Вот, ну такой интеграл, значит, это, он состоит из двух частей, да, по конической поверхности и по донышку. По конической и по донышку. Но дело в том, что по конической поверхности этот интеграл будет равен нулю. x, y, z идет вдоль поверхности, принадлежит ей, а вектор n ей перпендикулярен. Значит, скалярное произведение обратится в ноль. Поэтому получится, что это одна треть двойного интеграла О, s основания. Ну и давайте задумаемся, что такое на основании. Вот у нас проведен к основанию вектор. Можно? Да. А почему он может быть вектором? То есть сначала должен идти в кольце? Ну, x, y, z, как устроено векторное поле? Оно из начала координат ведет в точку x, y, z. Ну вот, вот если мы возьмем точку на поверхности, мы соединяем начало координат вот с этой точкой. Получаем отрезок, который лежит на нашей поверхности. Она же коническая. То есть это, вот мы используем, что это коническая поверхность. То есть коническая поверхность у нас как устроена? Вместе с каждой точкой принадлежит и весь луч. Да, значит, получается, что вот этот отрезок целиком лежит на боковой поверхности. Значит, скалярное произведение будет равно нулю на боковой поверхности. А на основании, что это такое будет? Вот мы проводим к точке основания. Ну, не обязательно вот сюда, можем вот сюда провести. И потом скалярно умножаем на вектор нормали. Значит, скалярное умножение на вектор нормали — это проекция ортогональная на направление, перпендикулярное к плоскости. То есть берете произведение длины вектора на косинус угла между ними. Это все равно, что вы спроецировали напрямую параллельную вектору n. Ну, вот у вас картинка, вот точка, вот плоскость. Вот есть эта высота, проведенная из начала координат на эту плоскость. И вот вы рассмотрели какой-то вектор. Вот он. Вот так смотрит n, а вот так смотрит наш вектор x, y, z. Если вы скалярно умножите, то вы как раз получите высоту h. Значит, вот то, что здесь написано, это есть h. Ну и остается интеграл от константы по площади основания, ну, умножить на 1 треть. То есть 1 треть sh. Все, вот такое, видите, в одну строчку доказательства. На этой доске, правда, многие доказательства можно в одну строчку записать. Она очень длинная. Да. Такую рубрику можно сделать, да? Задачи, которые решаются в одну строчку. Машины Тюринга, да? Хорошо. Значит, решили, да? Формулировка 50-й, да? Да. Формулировка 50-й. Так, вот такая у нас поверхность. Так, вот тут спрашивали, можно ли ядное уравнение выписать, но берем квадрат, у себя квадрат, уйдет то, что здесь, будет а квадрат космус квадрат у, и будет b квадрат синус квадрат у. Космус квадрат и бис, то есть будет, я сейчас пишу. Да. Ну а либо однополосный, либо двуполосный гиперболоиды, либо может конус быть. Нет, конус не может быть, только если а равно нулю. Да, конус не может быть. Ну у нас же как бы, сейчас, да, если отрицательно, может быть на самом деле эллипсоид, действительно. Да, то есть, да, да. Просто мы вынесли, а это нам никак не поможет вычислить. Да, то есть либо однополосный гиперболоид, либо эллипсоид, либо конус. Вот так, интересный набор. А просто как бы вычислениями, да, если сложить. Удвоенное произведение сократится, и там будет, да, сумма квадратов. Ис квадрат плюс синус квадрат сложить, да? А потом ты увидишь, что у тебя будет космус квадрат у и синус квадрат у, а з параграфа сейчас синус квадрат. Вот такое численице может помочь. Нет, ну оно там просто очень негромозно получается, если так считать. Так, ну тут теорема астроградского используется в одном месте в самом начале. То есть это, кстати, удобная параметризация получается, да, не аж, ну, такая, для поверхности второго порядка. Видите, сразу одна параметризация и для эллипсоиды, и для конуса, и для гиперболоида. Интересно. Между слоями, да, вот такими. Так, то есть будете пользоваться, да, вот такой формулой. Хорошо. Так, ну дальше, дальше самое веселое, то есть там, давайте, R на, R на уже данные, поэтому сразу производные можно выписать. Женя, можно тут плавно вопрос, по границе то, что мы интегрируем, то есть нам нужно сначала в поверхности, а потом чуть-чуть чуть-чуть в интегрируем. Да, потому что если ты проинтегрируешь просто, ты получишь, ну там, 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 я тоже сначала интегрирую просто поверхность, у меня получилось… Не то. Вот, кстати, сейчас вот обратите внимание, важный момент, да, который может тоже на контрольных, так сказать, сыграть. То есть если вы хотите использовать формулу Гаусса-Астроградского, вам нужно, чтобы поверхность была замкнутая. Иногда у вас интеграл будет по незамкнутой поверхности, ее нужно будет замкнуть. Вы как раз это сейчас и будете делать, да, добавите крышки. Ну да. То есть поняли, да, уяснили этот момент. Вот ошибка может быть у кого-то, да, кто в телефоне сейчас смотрит, вот, планшета, будет потом на контрольная ошибка, что вы не заметите, что поверхность не является замкнутой. Примените формулу Гаусса-Астроградского и получите неправильный ответ. Ну хорошо, я предупредил. Потом на видео посмотрите, послание в будущее. А их сейчас и нету как раз. Нет, они есть. Сейчас, давайте, да, тут надо внимательно смотреть. Да, тут написано объем тела, ограниченного поверхностями, да, так что они есть, действительно. А если бы их не было, то… Если бы их не было, ну, например, вас бы попросили посчитать поверхностный интеграл, там, какой-то, да, по боковой поверхности, а вы хотите использовать тройной интеграл. Значит, вы сначала прибавляете вот по дополнительным крышечкам, у вас получится интеграл поверхностный по поверхности всего тела. А потом вы читаете. А как я прибавляю? Ну, прибавить и вычесть. Как вот? С преобразованиями обычно. Ну, смотрите. Вот, к примеру, в задаче вас просят найти интеграл по какой-нибудь, ну, например, боковой поверхности цилиндра, да, к примеру. Вот. Вы хотите применить формулу Гаусс-Устроградского, потому что видите, что тройной интеграл получится простой. Да. Но чтобы это сделать, вам нужно сначала прибавить интеграл по крышечкам, по верхней и по нижней, а потом вы его вычитаете. Вы его прибавили и вы его вычли. К интеграл, к поверхностному интегралу с самого начала. А, с самого начала. С самого начала, к примеру, дали вам поверхностный интеграл. Да. Вы прибавляете к нему поверхностный интеграл по крышечкам, по верхней и по нижней. Получаете интеграл по всему телу, по поверхности, да. Но вы прибавили, значит, нужно вычесть. То есть прибавили интеграл по всей поверхности, минус интеграл по крышкам. Интеграл по всей поверхности посчитали как тройной по формуле Гаусс-Устроградского. А по крышечкам обычно оказывается простой интеграл, потому что крышечки, как правило, плоские, у них вектор нормали фиксированный, и получается все оно достаточно приятно. То есть вот такой способ есть. Я так понимаю, сейчас как раз он и реализуется. То есть тут прямые такие вычисления. То есть тут путешествие в обратную сторону. Вас наоборот просят тройное, вы считаете через поверхностное. Но может быть путешествие по этому мосту и в другую сторону, когда просят поверхностное, а считаете через объем. Почему у нас нет до y, до z, до z, до z, до z, до z? Просто равны нулю. Нет, это, смотрите, мы сами… Я специально взял, чтобы у меня по форме прогресса будем с этой. Смотрите, мы вот в прошлый раз с вами решали задачу 43.82, где векторная… Ну как считать объем, что одна треть… Вот я только что писал эту формулу. А вот здесь, смотрите, да, вот здесь можно взять любое векторное поле, дивергенция которого равна единице. А взяли конкретно 0,0z, да. Потому что x, y очень страшно. Да, тут z, оно особое направление, видно даже, да. Мы по z обрубаем. То есть это, да, то есть z это некоторое специфическое направление, поэтому напрашивается рассмотреть вот такой вариант 0,0z. Вот, то есть удобно будет потом перемножать. Например, с верхней и нижней планкой у вас получится, что скалярное произведение, оно останется просто равным z, ну или минус z. То есть c или минус z. Вот на верхней и нижней крышках там вектор нормали смотрит вдоль оси oz. Вот смотрите, верхняя и нижняя крышки, это z равно плюс c и z равно минус c. Да, вот эти, да. На них вектор нормали смотрит либо вертикально вверх, либо вертикально вниз. Вот. И вот с этим векторным полем скалярное произведение будет равно c или, ну, соответственно, там… Да, ну на минус c, оно еще умножается на минус 1, значит, тоже c получается. То есть одинаковые такие, да. Вот. Может быть интересно, кстати, было рассмотреть векторное поле, которое ортогонально к перпендикулярному направлению. Тогда скалярное произведение по крышкам давало бы 0. То есть вообще тогда интегралы не существовали бы. То есть может быть имеет смысл вместо z рассмотреть любое другое, которое, собственно говоря, перпендикулярно z. Например, x или y. Или их какую-то комбинацию x, y. Может быть, что-то сократилось бы. Но вроде не сокращается, так что лучше или x, или y выбрать. Мне кажется, тогда было бы проще, тогда шапочек бы не было вообще. Поняли, да, идею? Вот. Так что, может быть, если бы вы взяли другое векторное поле, которое перпендикулярно z, то у вас бы по шапочкам интеграл нулевой был бы. По крышкам. Ну тут крышки простые. А, ну они простые. Ну хорошо, да. Главное… Прямо они маленькие, например, думаете? Да. Но там и z, получается, смотрят в противоположные стороны, поэтому они одинаковые, они не сокращаются друг с другом. Да. А почему тут еще просто? У и В, в смысле, в условии задачи, да, как меняются? Я сказал, что z плюс-минус c, значит, у тебя объекция попала, где попала. А В, если их отречения нет, отречения нет. Ну а у вас объекция должна быть. То есть надо проверить, что будет. Сейчас. Вот если вы возьмете фиксированное у, давайте вот возьмем фиксированное у, да, что тогда будет у нас происходить? Ну это в каком-то уровне z равно c умножить на синус у. При этом, если у пробегает значение от минус пипполам до пипполам, у нас z пробежит все нужные значения по одному разу, правильно? То есть вот так, плоскость. Теперь у нас фиксировано u. И что у нас тогда получится? Вот если v теперь будет пробегать от 0 до 2π, то мы пробежим все возможные значения при фиксированном u и xy, которые могут быть. Вот. И нам другие значения u уже тогда не нужны. Если мы еще раз вернемся на тот же уровень, то мы еще раз пройдем через те же самые точки. То есть на самом деле здесь есть тонкость, связанная с тем, как нужно выбирать параметр. По-хорошему я согласен, что Демидович, сказав A, должен был сказать и B. Сказав, какая параметризация, он должен был сказать, где определены параметры. И на самом деле он так часто делал в задачах. Но в этой задаче он решил конкретно ничего не говорить. То есть дать нам дополнительную загадку. То есть мы сами должны были догадаться, как на… Сейчас я переслюсь просто на счетах ног, поэтому я… Да. Можно вопрос? Да. Сейчас, вы даже не дай, почему? Ну если что, я могу, да. В общем, понятно, что покрышка у нас не будет, но у меня было есть такое судение, что это не будет, который нельзя. Да, да. Покрышка постоянно. Да. И поэтому… Ну оно постоянно, но его скалярно умножаете на другой… То есть вы интегрируете константу покрышки. Значит, это будет площадь умножить на что-то. Я хотел сказать, что можно применить форму стокса, если вы хотите, если вы постоянно поле умножить нужно, там где-то лажа есть… Ну там как бы вы в другую сторону. Даже тут не стокса, а поскольку это плоскость, то по сути можно грина сделать. Да. Но а зачем вам превращать… Это уже и так простой интеграл, да, от константы по площади. Вы хотите превратить в криволинейный. То есть это можно, но это движение в сторону усложнения, мне кажется. А, в смысле вы к тройному вообще хотели свести? То есть обратно по гауссу-астроградскому. Но для этого нужна боковая поверхность. Ну то есть там, понимаете, все-таки вот если бы боковая поверхность была действительно цилиндрическая, то по ней интеграл был бы равен нулю. То есть мы как бы по кругу прошли. Нам изначально нужно было посчитать объем, мы свели к поверхностному интегралу, а вы потом обратно хотите вернуться. Да. Ну в некоторых задачах это может быть оправдано, скажем так. В это и нет. В плане чилинг это не сработает? Ну смотрите, если вам дан просто интеграл по крышкам, вам нужно добавить интеграл по боковой поверхности сначала, прежде чем вы сможете воспользоваться головой, с астроградским. Да, где-то. Да. То есть вы по кругу, да. Можно путешествовать в одну сторону, в другую сторону. То есть тут биологично все-таки, как вы сказали, по грину и вы нацелу. Да, да. Но здесь не надо по грину возвращаться. Здесь уже напрямую считается интеграл. То есть наша задача, задача упрощать, прежде чем ее решать. Но можете усложнять и поступать как сильная математика. Да. А сейчас, я так понимаю, да, удобно дописать сначала, да, а потом. Ну, 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 ну. Ну, 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 ну вот. Ну, кстати, да, вот интересно, здесь и цилиндр может получиться, если а равно b, получается цилиндр, да? Если а равно нулю, получается конус. Ответ почему? Да, ответ получается универсальный такой, да? Универсальный, да. Ну, вообще, по-моему, красиво получается, что вот площадь такого слоя для тела ограниченного поверхностью второго порядка. Такой вот слой специальный. И оказывается, формула универсальная, да, вот такая. Так, я готов к выяснению сделать. Давайте, да. Ну, что мы делаем? Вот как вы сказали лучше, то есть вот у нас есть такой интеграмм, мы его разобьём по линейности на три штуки, по крышкам и по самой поверхности. По крышкам, точнее, по поверхности мы считаем, как обычно, определите, вот у нас Z только есть, 0,0, C-U будет. Я здесь записал так, чтобы не переписывать R-U, R-V. Да. Можешь спросить, какой знак у нас будет, а я знаю, что я считаю, и поэтому мне это, я в конце знак поправлю, я знаю, что должно быть. Да, должно положительно, да, поэтому в этих задачах действительно удобно. Посчитали, если знак получился отрицательный, значит, ошиблись направления. Потому что в других номерах мы не знаем, что мы считаем. Да, да. Как бы такое, что мы в первом знаке так поставили, то он так. Вот, что положительно получилось. Сейчас. Не, ну, мы считаем, то есть вот то, что мы считаем, оно с точностью до знака совпадает с правильным ответом. У нас нужно у всех трех, мы можем в одном шипсе, шипиться двух, нет, получить положительный ответ. И здесь я по линейности сначала разбил по линейности, а потом я сейчас. Да. А, ну ладно, да. То есть по линейности лучше. Да, окей. То есть тут как бы не сначала я меняю знак, вот. Так, а дальше у нас крышки появляются, а крышки как понять? Легко нет. У нас Z равно C в одном случае крышки, а в другом Z равно минус. Значит, U равно 2 на 2, значит, здесь уходит, здесь получается окружка, точнее, эти самые, ну, круги получаются. Да. И, как бы, вот круги вот такие, они разные, то есть здесь не будет нуля, как мы, то есть, можно подумать. Да. Здесь будет со знаками все в порядке. Да. Но вот здесь минус P на B квадает, и здесь минус P на B квадает. А, то есть это вы как бы ориентированную площадь смотрите, да? Да. Потому что… Ну да, то есть вектор нормали нужно учесть вот это. Если нужно быть аккуратным, здесь, вот здесь как раз Андрей спросил, здесь нельзя прям писать и на B квадрат, и на B квадрат, там, может, даже в ответ не сойдет. Ну, но мне проще было бы понять так самому, то есть вот у нас векторное поле Z, и вы его скалярно умножаете на вектор нормали, внешний нормали, да? Значит, внешний нормаль на верхней шапочке смотрит вниз, на нижней шапочке смотрит, наоборот, на верхний вверх, на нижний вниз, значит, их скалярное произведение будет равно C. 0, 0, Z, да, оно 0, 0 и плюс-минус C получается. На верхней шапке это 0, 0, C, вектор наш, Z, на 0, 0, 1, значит, получается C. На нижний получается 0, 0 минус C на 0, 0 минус 1, значит, получается тоже C, да. А здесь, там все, там сокращается большая часть, получается, ну, там терминологически все складывается, получается вот выражение вот такое. Ну, C мы будем, давайте, считать положительным все-таки, да, а то как-то странно, C отрицательно. Ну, вот это, я так понимаю, вот это не нравится. Ну, наоборот, наоборот, какая-то, что он еще выражает? Большая часть? Здесь нет, вот этот интеграл минус P на B квадрат, и этот P на B квадрат с минусом минус P на B квадрат. Я только что, мы только что об этом говорили. Ну, он по-своему как-то понимает это. Для него, значит, это вот площадь со знаком. Для меня просто такая запись все равно означает положительные величины. И я себе по-другому это объясняю, что мы берем вектор 0, 0, C умножаем на 0, 0, 1, да, получается C. И нужно по площади, да, вот то, что тут написано. Ну, просто вот он понимает как-то этот интеграл. Это поверхностный интеграл. Да. То есть это не… Он понимает как поверхностные интегралы, да, то есть которые смотрят еще, вот этот смотрят в нормальном направлении, как бы вектор нормали смотрит вверх. И тогда площадь со знаком плюс. А вот это он считает как бы минус, вот, и еще раз минус. Так, я правильно и говорил. Нет, здесь минус вот это. Ну, вы напишите себе, как вы считаете правильным. У вас получится вот такой ответ, как написано. Он себе просто по-другому… Его вот эти обозначения, это у него какие-то… У него свое понимание этого, да. Это не площади, это поверхностный интеграл. Да, это площади. Это площадь со знаком. Да. Это площадь со знаком. Почему они не должны вычислить, что это 1, а ты говоришь, что это… Потому что… Тут разные эти самые. Мы по-разному используем обозначения, как бы. То есть я бы написал плюс c умножить на площадь верхней крышки, плюс c умножить на площадь нижней крышки. Он пишет плюс c, поверхностный интеграл с вектором нормали, смотрящим вверх, минус c умножить на поверхностный интеграл со знаком нормали, смотрящим вниз. Так у него минус-минус получается, а у вас плюс. Так это другое… Вот здесь получится минус, как бы… Так, у меня получится плюс-плюс, вы правы, да. Но дело в том, что… Сейчас, давайте мы проверим. Ну плюс-плюс должно быть, да, по идее. Уже не минус плюс. Ну просто смотрите, если смотреть на вот эти интегралы, вот как вы писали, да, это же у нас для вектора внешней нормали. Да. Для вектора внешней нормали. Здесь вектор внешней нормали. Если вы посчитаете этот интеграл, он будет положительным. Я вот… Действительно есть проблема, да, вы правы. А, да, может, уход действительно не… Нет, у нас у него фото при этом. Так. А, да, а где надо снисить, он в том, что он хочет снисить, он хочет снисить, он хочет снисить. Ну то есть у вас изначально должны быть положительные вот эти, а они почему-то у вас получились отрицательные. Может, как фото? Но при этом ответ совпал, да? Я могу аргументировать это так, что ответ сошелся. То есть здесь как бы, если здесь не минусы, то уравнение… Хорошо, давайте, ну… То есть тут надо как бы… Мне кажется, что все… Давайте так, я думаю, что суть понятна. Со знаками давайте каждый сам разберется. Я могу рассказать вам другое решение в одну строчку опять. Сейчас, этой задачей. Этой задачей, да. Как вы в конце пишете новую цель? А, ну вот получилось 4π на 3c минус а квадрат минус b квадрат на. Так. Ну, а у нас мы знаем, что у нас объем должен быть положительный. Ну, может, c отрицательный надо будет. Поэтому я имею в виду цель, я хочу, чтобы у меня точно был положительный. То есть надо вообще вот так тогда написать. Вот модуль открывается, вот тут модуль закрывается, вот теперь вот так. То есть преобразование внутри модуля просто у нас. Вообще просто… По модулю. Хорошо, давайте я в одну строчку вам решение расскажу этой задачи. Так, значит, вот давайте мы посмотрим на это уравнение. Значит, из него что следует, что если вы будете брать сечение по слоям, то есть z равно z нулевое, то у вас будут получаться круги в сечении, да. Более того, ну, круги эти будут у нас зависеть, их площадь будут являться квадратичные функции относительно z. Согласны? Вот, а у нас есть такая формула, наверное, вы ее знаете, формула Симпсона. Не знаете? Давайте я ее сейчас расскажу вам. Сотру. Значит, она устроена следующим образом. Что если у вас есть многочлен степени не выше третьей, p от x равно там а x куб плюс b x квадрат плюс cx плюс d, то тогда, значит, интеграл от… Ну, давайте, какие еще буквы я тут не использовал, да. Ну, давайте, интеграл… Ну, пусть будет от минус h до h, например, вот так напишу, p от x до x. То этот интеграл в точности будет равен следующему выражению. Длина пути поделить на 6, то есть это получится h поделить на 3, p в точке минус h плюс 4p от нуля, это посередине, плюс p от h. Это квадратурная формула, называется формула Симпсона. Да, это программирование составляет. Вот, но я на матанализе тоже прохожу на первом курсе. Вот я сейчас с первокурсниками ее обсуждал. Она доказывается довольно просто. Ну, вы проверяете, что она работает для единички, единички для x, для x квадрат, для x куб. А значит, работает для их линейной комбинации, да. То есть вот проверка. Для нечетных функций она получается бесплатно для x, для x куб, потому что слева 0 и справа 0. Вот, значит, для единички и для x квадрат вы просто проверяете, что численно совпадают. А теперь, значит, смотрите, нас интересует объем, да. Объем равен интегралу от площади сечений. То есть объем, который нас интересует, он равен интегралу от минус c до c, s от z, это площадь сечения перпендикулярного. Это вот как раз, как нам рассказывали сегодня. Вот такой. Ну, а это квадратичная функция. Значит, получается, нам нужно взять длину пути, это 2c поделить на 6, то есть c на 3, умножить. И площадь сечения теперь нас интересует в нижней части, то есть где z равно минус c. Что у нас получается? У нас получается круг с радиусом b, то есть πb квадрат. Это в нижнем сечении, это круг радиуса b. Дальше в центральном сечении у нас что получается? z равно 0, круг радиуса a. Значит, получается 4πa квадрат. Плюс. И в верхнем сечении снова получается b. Значит, в итоге, если тут все сократить, сколько у нас будет? Значит, 4 трети. Значит, если вынести… Сейчас. Ну, не 4, давайте 2 трети вынесем. 2 трети. c. Значит, b квадрат плюс 2а квадрат. Да, и π. Вот. А почему практически функция будет за этот круг? Отсюда стоять? Да, отсюда. Потому что это круг, радиус в квадрате вот такая штука, правильно? Радиус в квадрате вот такая штука. То есть площадь сечения будет π радиус в квадрате. То есть можно было даже без квадратурной формулы, можно было заметить, что сечение будет π умножить на вот такую штуку. Ну, и ее проинтегрировать. Площадь круга, πr квадрат. Вот это написано r квадрат. Да, x квадрат плюс y квадрат равно r квадрат. Получается уравнение у вас, да, в сечении. Вот это r квадрат. Площадь π r квадрат. Значит, площадь сечения это π умножить на вот эту штуку. Вот. Ну, кстати, еще смысл становится ясен вот этих а и b, если посмотреть. Получается радиус b сверху, радиус b снизу и радиус а посрединке. То есть в зависимости от того, а и b, как вы соберете, если а равно b, получится у вас. Ну, и дальше вы натягиваете поверхность второго порядка на вот эту штуку. То есть вот если так, получится гиперболоид однополосный. Если равны, получается цилиндр, да. Нолик, получается конус. Больше берете, значит, получается эллипсоид. Вот довольно красиво. То есть задача в итоге интересная. Оказалось... Отрицательный. Да, если отрицательный взять, да, ну это... Да. В принципе, да. Сейчас, отрицательный это что имеется в виду? Отрицательный а. Отрицательный а, да. Но отрицательный а, оно такое же, как положительное. Здесь радиус модуля, да. То есть надо мнимое брать. Тогда будут какие-нибудь другие еще поверхности. Давайте. Ну, по сути, можно сказать, что три, если считать, что вы отдельно посчитаете площадь интеграл без формулы Симпсона. Да. 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 А тогда что эта задача делает формулы Астрограсс? Хотя хотели, чтобы вот так... Ну, у этой задачи, да, есть решение... Да. Но мы не хотели. Это 4. Вот. Ну, в каком-то смысле, да. Но как, вообще в математике важны даже не результаты, вот если вы задумаетесь, а метод, как вы до этого результата добрались. То есть важна не так как бы формулировка теоремы, как ее доказательство. Потому что доказательство дает вам в том числе и формулировку теоремы. Но кроме того, это идея, которую вы можете потом повторить для других теорем. Поэтому получается, что мы с вами тоже обсуждаем не задачу конкретно, а вот разные методы решения. Один из методов связан с формулой Гаусса-Астроградского. Мы разобрали, да. Но в данной ситуации проще оказался другой метод. Вот так. То есть как олимпиадное такое решение. Естественно, на контрольной я стараюсь подбирать такие задачи, чтобы оптимальное решение было на тот метод, который подразумевается. Но не всегда тоже так получается. Иногда бывает, что кто-то может придумать другое решение, более простое. Но я не против. А, из виноградовой, понял. Давайте можем обсудить. Да, все понял. Вы мне, если что, продиктуете, чтобы я не искал ее. Двойной интеграл, да. Не было пока. Формулы Стокса у нас пока не было, да. Не было, не было. Я ее откладываю на потом. Вишенка на торте. x плюс y вот так в квадрате, да? А, вот так. d y, d z. Дальше симметрично, да, по циклу? Мы потом, если что, да. Но мы, если что, можем потом вернуться к этим задачам, когда пройдем формулу Стокса и обсудим другие решения тоже. А тут нельзя то, что… Ну так формула Стокса в данном случае и формула стограда, нет? Нет, нет, формула Стокса — это для поверхности, что интеграл по кусочку поверхности связан с интегралом по границе, по кривой. То есть это как бы формула Грина только на кривой поверхности. Вот так. То есть мы ее еще пока не обсуждали. Но она в себе содержит зародыш общей теоремы. Поэтому общая теорема, она называется Стокса, а не общая теорема там Гаусса-Астроградского или еще что-то, потому что в ней есть и кривая поверхность, да, и, значит, вот интегралы по этим кусочкам. Так. А, это уже, да, описание поверхности, да. x квадрат плюс y квадрат равно а квадрат. Так, и z от нуля до аж. Так, и там нужно посмотреть еще интеграл, написан по поверхности тела или по цилиндрической поверхности. Слова какие-то есть там? Ну, давайте я сейчас гляну тогда все-таки на… Не сказано было, да? Просто от этого будет зависеть, по какой части мы интегрируем. А вот тут тоже вопрос возникает, потому что цилиндр, если понимать его с точки зрения школьной математики, то получается он как бы с крышками. А если с точки зрения высшей математики, то цилиндрическая поверхность… Ну, наверное, цилиндрическая поверхность была тогда сказала. Да, так что мы будем считать, что это цилиндр с крышками. Вот так. То есть мы будем считать… Да. То есть в данном случае это имеется в виду, наверное, тело все-таки. То есть когда… И задача она пишет на поверхность тела. Да. Тут просто цилиндрическая поверхность. Здесь написано цилиндра. Вот. Вот так. То есть видите, да, лингвистические нюансы. Мы будем считать, что это поверхность именно тела. Цилиндра как тело, да, не цилиндрическая поверхность. Ну что, значит, у нас здесь интеграл нас просили… Ну как бы мы на тот момент Гаусс-Астроградского еще не проходили, да. Так что мы считаем с вами по определению. По Гаусс-Астроградскому тоже можем посчитать. Ну, проверить, да, как это работает. Значит, как у нас устроена поверхность? Ну вот такой цилиндр, да, шапочка сверху, крышечка, да, крышечка снизу. И вот боковая такая. Значит, здесь вектор нормали смотрит вверх. Здесь вектор нормали смотрит вниз. Здесь смотрит, ну как бы в сторону, да, перпендикулярно. И нам нужно вот это векторное поле скалярно умножать на вот эти векторы. И потом считать интеграл. Значит, у нас будет по трем разным частям. Ну давайте так вот, да, это у нас сигма, пусть будет один. Это сигма-2, это сигма-3. То есть верхняя, нижняя и вот боковая сигма-2. Мне кажется, что удобно будет начать, давайте с нижней вообще, да, сигма-3. Вот она самая, наверное, простенькая. Здесь у нас z равно 0. Вектор нормали, он устроен так. У него координаты, значит, 0, 0, минус 1. 0, 0, минус 1. Значит, подставляем z равно 0, подставляем вот этот 0, 0, минус 1. Значит, нас интересует только вот эта последняя часть. Вот эта, да, потому что вот эта на 0 умножится, вот эта на 0. Значит, z равно 0, получается минус x квадрат. То есть нужно взять интеграл по кругу dxdy. То есть вот такой вот интеграл нужно посчитать. А почему 0, там все остальные 0, c, d? Ну, вектор 0, 0, 1, да, получается вот так. Это нижняя, я считаю. Донышко, да, донышко считаю. Это вот σ3. Так, ну что тут удобно? Наверное, к полярным удобно перейти, да? Давайте сразу перейдем к полярным. Значит, да. Так я уже считаю. Ну, у нас была формула, как поверхностный интеграл свести к такому, если у нас параметры x, y. А сводится как? Так, если у вас нету здесь, здесь 0, здесь 0, то тогда вот такой интеграл поверхностный превращается ровно в такой интеграл двойной. Вот так. Но знак минус появляется за счет того, что вот этот смотрел вниз. Так, ну, значит, вот он уже интеграл двойной, да? Делаем замену к полярным координатам, переходим. Значит, минус, интеграл от 0 до 2π, это по φ, интеграл от 0 до А, это по r. Значит, здесь у нас r становится в кубе за счет Якобиана, косинус φ, да, d в квадрате φ, да, dR, dφ. Разбивается на два интегралов произведения. Значит, по r легко считается, это а в четвертой на 4. Ну, интеграл от косинус квадрат, такой же будет у синус квадрат, да, интеграл от косинуса, такой же, как от синуса. В сумме это будет единица, значит, получится, этот будет равен π интеграл. То есть вот можно по-разному это обосновать, но можно так. Итак, по нижней части оказался минус r четвертой на 4 умножить на π. По верхней части z равно h. Значит, у нас получается, опять-таки, вектор какой? Вот для σ1. Вектор нормали 0,01. Вектор нормали 0,01. Значит, скалярно умножаем на то, что там написано, и подставляем еще z равно h. Значит, в итоге двойной интеграл по кругу. Давайте я тут тоже напишу неравенством все-таки. Меньше либо равно а квадрат. Значит, теперь это у нас x квадрат плюс h. dx dy. Мы, похоже, интеграл с вами только что считали, вот когда x квадрат брали. Значит, если от x квадрат брать интеграл, это будет a в четвертой поделить на 4π. Ну и еще от h нужно взять интеграл, это π a квадрат h. Значит, по σ1 оказался вот такой, и видно, что уже вот эта часть сократится. По нижней шапке и по верхней шапке. Значит, осталось только по боковой поверхности проинтегрировать. Значит, как там выглядит вектор нормаля? То есть нужно написать единичный вектор, который перпендикулярен к окружности. Да. Значит, x квадрат плюс y квадрат равно а квадрат. Ну, получается, что вот так. x поделить на y поделить на 0. Вот так вектор нормаля. Он единичный на вот этой поверхности, и он как раз перпендикулярен к этой поверхности. Ну, помните, говорю вам, что вектор нормаля смотрит по направлению градиента. Так, значит, вот такой вектор нормаля. Значит, мы перемножаем скалярно вот это на то, что там написано. Ну, что у нас будет? x поделить на а умножить на x плюс y квадрат плюс y поделить на а умножить на y плюс z квадрат. Вот. Пока что давайте напишем это как поверхностный интеграл первого рода, ds. Вот. Скалярное произведение ds. Вот. Нам нужно как-то параметризовать. Так. Сейчас. Да, тут каких-то упрощений пока не видно. Давайте мы как параметризуем? Ну, удобно параметризовать углом φ, вот, полярным, и z. φ и z. Значит, как у нас x и y тогда выразятся? x будет равен а косинус φ, y равен а синус φ, z просто равно z. Да, z равно z. Если посчитать, значит, корень из ежи минус а квадрат, да, вот которая, ну, давайте посчитаем, да, по φ минус а синус φ, а косинус φ, 0, и по z, да, считаем, 0, 0, 1. Вот. Нас интересует, ну, модуль первого вектора, это, ну, скалярное произведение его на сам себя, да, это а квадрат, вот, его длина в квадрате. Значит, g, да, это квадрат вот этого, это единичка, минус скалярное произведение между ними, это 0. То есть получается, что корень из ежи минус f квадрат, это будет а. Так, итак, значит, получается, угол φ меняется от 0 до 2π, z меняется от 0 до h. Вот эти функции, да, если подставить, что у нас будет, x квадрат поделить на а плюс y квадрат поделить на а. Это будет у нас а просто, да, x квадрат это а квадрат косинус квадрат φ, y квадрат это а квадрат синус квадрат φ, делим еще на а, значит, ну, получаем просто а. Так, но есть еще не такая приятная часть, да, x y квадрат поделить на а, это будет у нас, что такое, а в кубе, Но потом мы еще поделим на а, значит, а в квадрате. Косинус квадрат фи, синус фи. И z тоже самое, вот еще у нас z квадрат остается так вот. z квадрат синус фи. dz, dфи. Но можно понять, что вот эти интегралы, вот они сократятся. Почему? Потому что можно по фи, чтобы было совсем очевидно, интеграл брать не от 0 до 2п, а от минус пи до пи. И вот эта функция нечетная по фи, по симметричному отрезку. Вот эта нечетная по фи, по симметричному отрезку. Значит, сократятся. В итоге останется интеграл от а, получится а умножить на а умножить на 2пи. Да, еще на а на 1, да, надо умножить. Еще на 1 а вот это. Давайте вот спереди добавлю. Значит, получится а квадрат. Вот так. Спасибо, да. Так, ну и теперь мы все эти 3 складываем. Что в итоге у нас получается? Вот это сокращается вот с этим. Значит, остается только вот такая штука и еще вот такая штука. Ну, значит, 3пи а квадрат h. Ну, теперь, значит, если воспользоваться формулой Гаусса-Астроградского, то вот этот интеграл, который нас просят, он совпадет с тройным интегралом от дивергенции. Вот, если посчитать дивергенцию, что получится? 1 плюс 2у, нет, точнее, 1 плюс 1 плюс 1. Получится 3, да, то есть получится, что это есть тройной интеграл по цилиндру v от троечки до x до y до z. Ну, объем будет равен как раз пи а квадрат умножить на h. Значит, ответ 3пи а квадрат умножить на h. Это вот насколько сокращает вычисление формула Гаусса-Астроградского. То есть мы долгим путем посчитали с вами, а теперь вот таким коротким. Так, ну что, вопросов нету? Но вы тоже, как сильные математики, сможете на контрольный не пользоваться Гаусса-Астроградского, да, а действовать в лоб просто. Если уж понятно, как считать по поверхности интеграл. Так, ну ладно, разобрались, да, с этим заданием. Это же объем цилиндра. По школьной формуле объем цилиндра равен… Ну, представляете, в УЗИ иногда ссылаются на то, что изучают в школе. Это считается нормальным. Более того, поэтому экзамены обычные проводят, что проверяют, насколько студент усвоил школьную программу. А вы не доверяете, что ли, школе? Ну, в этом плане можно доверять. То есть тут обмана нету, что действительно объем оказывается равен площади основания на высоту. Мы с вами цилиндр сегодня конус выводили через интеграла. Так, ну хорошо, все, да, то есть с домашним заданием мы закончили. Давайте тогда дальше двинемся. Ну давайте, ладно, возьмем не сильно простую, но такую, с которой мы уже, в общем-то, имели дело. Задача 43.92. Интеграл Гаусса, только на этот раз не криволинейный, как у нас был, а поверхностный. Так, 43.92. Значит, просят посчитать такой вот интеграл. Но давайте я немножко изменю обозначение. Мне не нравится лишний раз использовать эти буквы, кси это z, лучше x, y, z. Мы будем считать, что у нас x, y, z, который в условии задачи, в Демидовиче, это будет начало координат. То есть у нас задача как выглядит? Вот есть начало координат, точка 0, 0, 0. Есть какая-то гладкая поверхность. То есть у нас, будем считать, что, ну, помятая сфера такая, да, гладким каким-то этим образом. Помяли ее так, что поверхность осталась гладкая, вот немножко деформировалась, капелька такая. Буду называть ее сигма. Давайте, сигма все-таки. Просто s и ds, да, чтобы путаницы не было. Значит, вот она ограничивает некоторое тело. Вот, она ограничивает некоторое тело. n берется внешняя нормаль к поверхности. Ну, не сказано, что единичная, но, конечно, будем считать, что единичная. Вот, в соответствующей точке поверхности. r это радиус-вектор, то есть вот он проведен вот сюда, вот так. Значит, r без стрелочки, это будет длина этого вектора. И нужно посчитать интеграл такой, i. Вот поверхностный интеграл первого рода. косинус между векторами, угла между вектором r и вектором n поделить на r в квадрате. Значит, здесь просят рассмотреть два случая. Когда поверхность не окружает точку, вот как нарисовано здесь, и когда поверхность окружает точку, начало координат имеется в виду, то есть когда лежит снаружи и когда лежит внутри. Так, ну хорошо, давайте мы сначала проанализируем. То есть у нас есть поверхностный интеграл первого рода. Но мы его хотим превратить в поверхностный интеграл второго рода. То есть нам нужно углядеть, что это за скалярное произведение такое между вектором n и еще каким-то другим вектором. Вот у нас уже есть косинус угла, у нас есть n, вектор нормали, как бы он единичный, мы считаем. Значит, нас интересует вектор, который сонаправлен радиус вектору, но имеет длину в r в квадрат раз меньше. Вот так. То есть как он будет выглядеть? Просто радиус вектор, он у нас x, y, z. Его длина r. А если мы хотим вектор сонаправленный этому, но по длине в r в квадрат меньше, значит, нужно его поделить на r в квадрат. То есть получится x поделить на x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. y поделить на x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. И z поделить на x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. Вот так. Так, вот такой вектор. Значит, если взять его скалярное произведение на n, то получится как раз вот такой результат. То есть пока вопросов нету, да, поэтому. То есть это пока понятно. Да. Да, может быть, вы правы. Может быть, вы правы. Сейчас мы проверим. Значит, вот это скалярное произведение у нас каких векторов? Вектор n единичный, а у другого должна быть длина единицы на r квадрат. Да вы правы, в кубе нужно делить. То есть получится на самом деле вот здесь степени уже не такой приятный, да, 3 вторые. Вы правы. 3 вторые. Но это r в кубе. Нам длина нужна единица на r квадрат. Значит, нужно взять вот этот и поделить на r в кубе, да, правильно. Так, значит, вот оно, наше векторное поле, для которого получится поверхностный интеграл второго рода равен вот такому. Тогда, значит, ну, мы знаем, по формуле Гаусса-Астроградского это и есть тройной интеграл по телу, но Демидович предлагает называть его v, давайте назовем его v, от дивергенции вот того, что здесь написано. Значит, дивергенция. Значит, нужно вот эту штуку продифференцировать по x. То есть x поделить на r в кубе штрих по x. Что это такое? r в шестой, x сначала штрих, то есть умножается на r в кубе, минус x умножается на r в кубе штрих. r в кубе штрих, как у нас будет устроено. То есть вот этот знаменатель нужно продифференцировать по x. Производная внутренней функции 2x, производная внешней функции 3 вторых, x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат в степени 1 вторая. То есть это r просто. Вот это r. Так, ну вроде бы все, да. То есть вот это r. Значит, получается r одно можно сократить. будет у нас r квадрат минус 2x квадрат 3, 3x квадрат, да, 3x квадрат поделить на r в пятой. Я сократил на r числитель и знаменатель, получил вот такую производную. Так, и теперь нужно такие же штуки по y, по z, и потом их сложить. То есть получается 3 раза берется, делится на r в кубе, то есть вот здесь единица на r в кубе. И 3 раза оно встретится, 3 поделить на r в кубе. Минус 3x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат поделить на r в пятой. То есть получается 0. Вот, то есть дивергенция у нас оказалась равной 0. Вот, дивергенция оказалась равной 0. Значит, получается, что интеграл берется от 0. dx, dy, dz. Значит, получается, что в первом случае ответ 0. То есть если у нас точка лежит снаружи области, то интеграл в результате оказался нулевым. В принципе, такое же было у нас для криволинейного интеграла. Помните, там тоже был интеграл Гаусса, но там, по-моему, делилось на r. Тут на r квадрат, а тут делится на r. Там на r, тут на r квадрат. Что? Значит, да, тем, что мы можем применять формулу Гаусса-Астроградского. Иначе получается, что нам же нужно, чтобы это векторное поле было непрерывно дифференцируемо внутри, на границе и даже в некоторой окрестности. То есть если точка снаружи, то такую окрестность можно найти, да. А можно увидеть? Да. Какие-то отличие на дивергенции 0? У нас поле не соленоидальное, да? Значит, вот раз дивергенция равна нулю, это значит поле, наоборот, соленоидальное называется. То есть оно оказывается. То есть есть у него векторный потенциал. То есть вот это векторное поле, оказывается, является ротором какого-то другого. Но, правда, это загадка, да, какого именно? Да. А вот 0, еще раз. Да. Почему 3 вторых степень? Ну, r это корень из x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. Значит, r в кубе это 3 вторых степень. Сейчас r в кубе, почему? А потому что здесь длина r, а нам нужна длина 1 на r квадрат, чтобы была. То есть вектор x, y, z, он всем хорош. У него угол с вектором нормали ровно такой же. Но скалярное произведение будет r умножить на косинус. Правильно? Вот такой вектор, если на n умножить, будет r умножить на косинус. Произведение длин векторов на косинус угла между ними, да. А чтобы длина была 1 на r квадрат, нужно поделить на r в кубе. Да, я сначала тоже на квадрат поделил, а потом вот Давид меня правильно поправил, что нужно на куб делить. Так, хорошо, это случай А. В случае В что происходит? Теперь у нас точка уже внутри. Поэтому давайте мы окружим эту точку сферой маленькой, которая лежит по-прежнему в этой области. И рассмотрим новое тело, да, В, скажем так, штрих, да, давайте В штрих назовём, которое получается, если из В выбросить вот этот шар, вы шары обычно b обозначаете, да, как, ну давайте b с индексом epsilon каким-то выбросили, мы будем считать, что при этом тоже получилась такая область, где можно использовать формулу Гаусса-Астроградского. Мы с вами для каких формул, по сути, проговаривали, что если можно разрезать на элементарные области по каждому направлению, то есть по x, по y, по z, если можно и так, и так, и так порезать на кусочки, то тогда формулой Гаусса-Астроградского можно будет пользоваться. Так вот, значит, если у нас В штрих вот такая оказалась, то есть для хороших областей, например, для выпуклых, это оказывается так, то есть если здесь у нас была сигма, это граница выпуклого тела, то для неё формула Гаусса-Астроградского точно работает. И выбрасывайте кружочек изнутри, она тоже продолжает работать. Можно легко понять, что разрезается на конечное количество частей правильной формы. Так, значит, тогда мы можем сказать, что применить формулу Гаусса-Астроградского для границы вот этого тела В штрих. Но чтобы её применить, нам нужно добавить сначала и вычесть, вот то, о чём мы тоже говорили, дополнительное слагаемое. То есть мы сначала прибавляем интеграл, взятый так, ну как назвать, сигма-1 может быть, да? Давайте я напишу даже со знаком минус. Сигма со знаком минус добавлю, вот так. Сигма со знаком минус — это интеграл по сфере, но, значит, вектор нормали должен смотреть внутрь сферы. То есть он смотрит во внешность области, значит, во внутрь сферы. Понятно, да? Так, вот я прибавляю такой интеграл ds и вычитаю его, чтобы у меня преобразование было такое, нормальное, скажем так. Так вот этот интеграл, вот такой, он будет равен нулю по формуле Гаусса-Астроградского, потому что это интеграл по поверхности вот этого тела при внешней ориентации нормали. Внешней относительно области. Значит, получается, что это есть интеграл, давайте напишу, по сигма с плюсом. То есть это по сфере, но теперь уже вектор нормали смотрит наружу, как полагается. То есть мы с вами показали, что сейчас вот этим рассуждением, что неважно, по какой области вы берете интеграл вокруг этой точки. Но нам все-таки важно, чтобы формулу Гаусса-Астроградского мы могли использовать, но других каких-то требований мы не накладываем. интеграл всегда оказывается один и тот же, что по этой сфере, что по вот этому вот телу. Вот так. А значит, по нему, по сфере, мы теперь можем посчитать, чему это будет равно. Вот просто по-честному посчитаем, чему будет равен интеграл. Итак, значит, мы берем с вами вот сигма с плюсом. Это у нас сфера такая. Х квадрат плюс у квадрат плюс z квадрат равно ε в квадрате. Вот. Что мы интегрируем за функцию такую? Косинус угла между вектором теперь r и вектором n. Они просто равны, эти векторы. Ну, точнее, как, сонаправлены, скажем так. Да, они сонаправлены. И поэтому косинус равен единичке. Значит, r, длина вектора, будет равна ε. Значит, мы интегрируем вот здесь, получается, единицы на ε в квадрате. То есть это единица на ε в квадрате. Значит, площадь поверхности сферы, это у нас 4π ε в квадрат. И интегрируем единицы на ε в квадрат. Значит, ответ получается 4π. Вот. То есть, видите, этот интеграл Гаусса, он определяет, точка находится внутри или снаружи. Точка находится внутри или снаружи. Вот. Площадь поверхности сферы 4π ε в квадрат. А мы интегрируем константу по сфере. Значит, получается просто 4π. Но тут тоже, конечно, можно задавать вопрос, а что будет, если точка будет попадать на границу. Но надо уточнять, если там есть касательная плоскость и непрерывно дифференцируем, то действительно получится половинка, 2π. Можно какие-то рассматривать конусы, грубо говоря, которые, если мы считаем, что вот эта точка на границе, но при этом какой-то конус, например, кусочек границы наш торчит, значит, всё будет связано с этим телесным углом. То есть с площадью, с долей, скажем так, вы берёте сферу, и вот какую долю этот угол высекает на сфере. Вот такой интересный интеграл. Так, давайте ещё раз с вами познакомимся с гармоническими функциями. Только на этот раз они уже в пространстве. Гармонические функции в 3D. Продолжение. Это конкретный интеграл Гаусса, вот равен нулю. Вы сейчас же изучаете комплексный анализ, и там есть интегральная теорема Каши. Это вот родственные понятия получаются. То есть некоторые интегралы специального вида чувствуют поведение для комплексного анализа аналитических функций, а здесь, получается, чувствуют поведение, скажем так, дивергенции. Вот так. То есть связаны между собой конкретный интеграл и конкретный дифференциальный оператор. То есть тут, грубо говоря, это как интегральная теорема Каши, только для дивергенции, а не для комплексной производной. Вот. Значит, нас интересуют сейчас гармонические функции. Это такие, что они дважды непрерывно дифференцируемы, и оператор Вапласа от них равен нулю. Вот. Значит, давайте решим с вами какую-нибудь задачку, пока одну на эту тему, ну а другие я вам оставлю на дом. Так. Значит, 43,93. Ну давайте начнём с пункта А. Нужно доказать, что двойной интеграл по какой-то гладкой поверхности, давайте сигмой её назову, ДО по ДН равен тройному интегралу по телу, которая, значит, ограничивает эту поверхность, от оператора Вапласа. Это вот та формула, да, использование которой в контрольной как раз, да, пятой задачи, только в случае криволинейного интеграла, это давало очень простое решение, то есть пятой задачки. Если правильно всё реализовать. Ну кто-то из вас, кто-то из вас выводил эту формулу заново, да, это было необязательно, можно было просто сослаться. Вот кто-то в знаках там путался, вот, кто-то серьёзно путался, да, и в результате там не оператор Вапласа получался, а вообще что-то другое. Так, ну в общем, вот такую штуку хотим проверить. Задача решается даже проще, чем это было для криволинейного интеграла, потому что помните, мы с вами обсуждали, что криволинейный интеграл, он как бы не совсем приспособлен вот для этих формул, то есть он немножко неправильный. Если бы мы умножали не на вектор касательный, а на вектор нормали, то формула Грина выглядела бы гораздо проще и приятнее. Здесь у нас уже эта проблема исправлена, то есть у нас уже интеграл понимается в правильном смысле. Что это такое? Производное по направлению вектора нормали. Это градиент скалярно умножить на n. Ну а значит, у нас уже есть готовое векторное поле, такое, что этот поверхностный интеграл превращается в поверхностный интеграл второго рода. То есть это u' по x, u' по y, u' по z. Вот такое векторное поле, от него берётся поверхностный интеграл второго рода. Вот. И по формуле Гаусса-Астроградского получаем, что дивергенция вот этой штуки удивительным образом совпадает с оператором Лапласа. Значит, всё, задача решена. А теперь давайте пункт B прям тоже моментально получим. Вот я думаю, что кто-то из вас догадается, как легко получить пункт B из пункта А. Значит, в пункте B нужно доказать формулу. Двойной интеграл по σ, u умножить на du по dn, ds, равно тройной интеграл по v. Значит, u' по x в квадрате плюс u' по y в квадрате плюс u' по z в квадрате dxdydz. И плюс тоже тройной интеграл по v, но просто его удобно вынести отдельно. Вот оператор Лапласа Δу, но умножить ещё на u. dxdydz. Так, ну не, u на u' по x не подойдёт. Вам, значит, тогда здесь не будет у вас u умножить на du по dn. То есть у вас будет u... Ну, сейчас, вы что предлагаете? Вместо u подставить u' по x, да? У вас тогда тут будут встречаться производные второго порядка, а их тут нету. Что? Вот здесь домножить на u. Ну, по сути, так и надо сделать, только это что будет такое? Значит, нужно взять функцию u квадрат пополам. И вот её градиент будет как раз равен тому, что здесь написано. Вот её производная по нормали будет равна тому, что здесь написано. Поэтому мы просто применяем вот эту формулу для функции u квадрат пополам. В левой части мы получим то, что надо. То есть если вы возьмёте её градиент, он как раз будет равен 1 2 u' по x u, 1 2 u' по y и u, 1 2 u' по z u. Вот. И, значит, вот как раз этот вектор получится у вас вот здесь. Так. То есть если вы умножите, значит, гр... Сейчас. Ну да, если u квадрат, то 1 2 как раз исчезает. Вот так. То есть тут была 1 2, да, а тут вот тут, а тут уже её нету. Так, хорошо. Значит, нам нужно посчитать оператор Вапласа от такой вот функции. Но какие есть варианты? Либо мы можем дифференцировать первый множитель, да, вот этот по x, вот этот по y, вот этот по z и сложить. Тогда мы получим то, что написано здесь. То есть если первый множитель дифференцируем по x, по y, по z и складываем, получаем вот это. А если второй дифференцируем по x, по y, по z, то мы получаем вот это. Всё, вот формула доказана. Так. И теперь домашнее задание. Что использовали? Мы подставили сюда вместо функции u, u квадрат пополам. В пункте a. И получили, что из этой формулы следует вот так. А, не использовали, да. Но если функция гармоническая, то интеграл оказывается равен нулю. Вот. И тут тоже. Но вот сейчас вы увидите, просто в домашнем задании будут гармонические конкретно функции. Мы используем это в домашнем задании. Так, значит, давайте 43.91. Это задачка похожая на интеграл Гаусса. То есть мы 43.92 решили, тут 43.91, она похожа. Так. Значит, 43.94. Это тоже называется формула Грина. Вот вторая формула Грина. Которая связывает тоже производные по нормалям у функции у и в и их оператора лапласа. Я думаю, если вы вот 43.93 поняли, то с этой тоже справитесь легко. Дальше. 43.95. Она, по сути, является следствием 43.93. Но там, обратите внимание, есть еще дополнительное задание. Что, пользуясь формулой B, вот как здесь, доказать, что гармоническая функция однозначно определяется своими значениями на границе. То есть что под этим понимается? Что если вам известно, что гармоническая функция в области, в том числе до границы, в некоторой окрестности, и вам известно ее значение на границе, то другой такой гармонической функции вы не найдете. Она только одна существует. То есть существует не более одной гармонической функции, которая принимает конкретно заданные значения на границе области. Понятно, да, в чем задание? То есть не обязательно доказывать, что она обязательно существует, но если она есть, то она только одна. Вот так. Так. Дальше. Теорема о среднем. 43.95. Неправильно, 7. Так. 43.98 – это принцип максимума для гармонических функций. И последнее, которое я задам, 43.99 – это, как ни странно, закон Архимеда. То есть оказывается, закон Архимеда может быть выведен как математическая теорема, если использовать закон Паскаля. Закон Паскаля про давление, да, что давление пропорционально глубине погружения. То есть там, что у нас, МЖН, да, там формула у нас есть, это для кого? РОЖН, да, РОЖН, да, для давления на глубине H. То есть если вы воспользуетесь законом Паскаля, вот есть у вас тело, да, погруженное в воду. Значит, давление как будет устроено? То есть оно направлено внутрь области. Да, вот есть у нас какая-то точка. И по величине, по величине оно будет пропорционально РОЖН. То есть получится у нас, что на единичную площадку действует сила перпендикулярная к поверхности, то есть смотрит как вектор внутренней нормали. И по величине РОЖН. Вот, и если вы просуммируете все эти силы, то есть проинтегрируете по поверхности, то получится, что выталкивающее даст вам как раз и закон Архимеда. То есть по сути можно вывести. Вот в начале XX века пытались физику устроить по примеру математики. То есть делать некоторые аксиомы, да, как наблюдения некоторые, а потом из них как теоремы выводить остальные законы. И надо сказать, что частично это удалось. Например, есть книжка Киргофа, где он из наблюдений, то есть из законов Кеплера, которые были основаны на наблюдениях просто. Тихо Браги астроном наблюдал, Кеплер их систематизировал, эти данные, то есть по численным данным, придумал формулы, которые описывают то, что происходит. Так вот, оказывается, что можно вывести тогда законы тяготения просто, как теоремы. То есть из наблюдаемых данных, вот Киргоф в своей книжке по механике, например, это сделал. И вот здесь нечто похожее мы делаем. То есть есть некоторый факт, который наблюдался просто измерением, что давление ведёт себя вот так, на глубине. А тогда закон Архимеда становится теоремой. То есть может быть математически вывезем. Ну всё, тогда на этом всё. В общем, вот задачки 6 штук, они не сильно простые, так что вы решайте их заранее, старайтесь. Это, естественно, в следующую среду я вас спрошу. Субтитры создавал DimaTorzok